Итоги уходящего вторника Оказание помощи в Беларуси приняли новые меры профилактики коронавирусной инфекции Основной мерой профилактики по-прежнему остается вакцинация населения В чем суть изменений? Ловкость рук и никакого мошенничества Участники необычного Бобруйского театра стали победителями двух международных конкурсов Мне нравится выступать, нравится, когда зрители начинают холовать там В чем секрет магического эффекта? А также выездные приемы, грабитель задержан и увеличение доходов С 1 марта 2022 в Беларуси вырастут трудовые пенсии Насколько? Итоги и планы на будущее Вопросы экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества Северной столицы России Минска сегодня обсудили во Дворце Независимости Глава государства встретился с губернатором Санкт-Петербурга Это первый визит Александра Беглова в Беларусь У партнеров хороший фундамент для развития двухсторонних отношений Сейчас стороны рассчитывают приблизиться к прежним показателям Это без малого 2 миллиарда долларов товара оборота Александр Лукашенко отметил, что города и людей также объединяет Бережная память о подвиге советского народа Который в наше время многие страны пытаются вычеркнуть из истории Сегодняшний визит определяет очень важные гуманитарные, исторические акценты Я из этого хотел бы прежде всего начать Хотя обычно мы говорим об экономике, торговле и так далее Я очень благодарен вам за то, что вот в этой нынешней непростой ситуации Вы выбрали такой значимый момент для посещения Беларуси И все мы, как никто другой, хорошо знаем, как бережно хранят и восстанавливают традиции И в Питере, и здесь, в Беларуси, истории Великой Отечественной войны В связи с участившимися в последнее время попытками ее переписать Перечеркнуть подвиг советского народа считаем, что пришло время, кстати, что мы и делаем Дать правдивые оценки многим событиям и их участникам Что греха таит в советские времена, мы так не то стыдливо, не то боясь кого-то обидеть Мы все говорили открыто, как это было Ну, сегодня видим мы, что это надо сделать честно, открыто Также во время встречи обсуждалась возможность поставки в северную столицу России белорусского пассажирского транспорта Правительство Санкт-Петербурга проводит масштабную реформу в этой сфере Акцент на экологичность По словам главы государства, наша страна планирует поставить город на Неве до 1 июля 2022 Около 900 работающих на жиженом газе автобусов большой и средней вместимости Важная информация Февраль принес в жизнь белорусов ряд нововведений В первую очередь они коснулись индивидуальных предпринимателей ИП будут выплачивать единый налог по новым ставкам Чтобы перейти на измененную систему, нужно вовремя подать инспектору декларацию и узнать примерную сумму Которую придется отдать за год При наличии электронной подписи это можно сделать, не выходя из дома, а через личный кабинет Размер этих ставок был увеличен примерно в 2,3 раза И тем индивидуальным предпринимателям, которые являются платильщиками единого налога С учетом этого необходимо было не позднее 31 января 2022 года Представить налоговый орган уточненные налоговые декларации по единому налогу за первый квартал 2022 года С учетом внесенных изменений с увеличенным размером ставок Вырос и бюджет прожиточного минимума Сегодня он составляет 296 рублей 55 копеек и будет действителен до 30 апреля Вслед за ним увеличатся и уплаты для отдельной категории пенсионеров Доплата людям старше 75, надбавки по ходу за инвалидами первой группы или лицам, достигшим 80, а также в социальной пенсии Повысится пособие по уходу за ребенком и выплаты женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности Координация действий В Минздраве приняли новые меры для снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19 Согласно нововведениям, врачи могут устанавливать диагноз коронавируса без проведения обязательного ПЦР-тестирования Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациентов с ТАЦЕНР Второе изменение касается трудовых отношений Теперь наниматель вправе освобождать специалиста от работы в связи с его плохим самочувствием на 3 дня без предоставления леска нетрудоспособности Также студенты шестых курсов медуниверситетов смогут самостоятельно открыть больничный пациентам Основной мерой профилактики по-прежнему остается вакцинация населения Это первичная вакцинация, повторная вакцинация либо бустерная Уже вакцинировано более 10 тысяч человек дополнительной дозой вакцины бустерной Также проводится вакцинация детей и подростков старше 12 лет В Бавруське с конца января минувшего года привилось более 135 тысяч населения, а это 60% Используются вакцины Верацел, Ковиквак, Спутниклайт К слову, Минздрав призывает желающих попасть в медицинское учреждение, все же распределяет туда визиты в течение всего рабочего дня Юбилей Амкадора, ограбление в Гродной ждут всех гостей В субботу 5 февраля Академия МВД проведет день открытых дверей, что покажут и о чем расскажут Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре С 1 марта 2022 в Беларуси вырастут трудовые пенсии Указ подписал президент Александр Лукашенко В результате перерасчета суммы выплат увеличится на 6,3% Связано это с ростом средней заработной платы по стране При этом поднимутся и другие виды уплат По возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца Всего из бюджета на эти цели планируют выделить больше 16 миллиардов Белорусские профсоюзы возобновили выездные приемы Граждане обращаются к инспекторам за бесплатной юридической помощью на местах и в удобное для них время Специалисты консультируют по разным темам В основном по защите трудовых прав и социально-экономических интересов Есть и жалобы В таких случаях подключаются представители органов власти и прокуратуры Из 48 тысяч нарушений за прошлый год почти все устранены На рабочих местах восстановлено 38 человек По требованиям профсоюзов работникам вернули более 7 миллионов рублей Задержан грабитель ювелирного магазина в Гродно Нападение произошло накануне По данным ИСКА в торговый объект зашел мужчина и, угрожая ножом, похитил 19 золотых изделий на сумму почти 60 тысяч рублей Продведь нажала тревожную кнопку На место выбыла следственно-оперативная группа В скором времени удалось установить личность налетчика На трассах были выставлены посты Подозреваемого задержали сотрудники ГАИ в Щучинском районе спустя час после совершения преступления Мужчина был пьян 5 февраля Академия МВД проведет День открытых дверей В частности, гостям расскажут и наглядно продемонстрируют работу белорусских правоохранителей На территории учебного заведения будут представлены экспозиции вооружения Пункты дактилоскопии от составления фоторобота А также фиксации следов преступления Кроме того, все желающие смогут увидеть образцы форменного обмундирования сотрудников Плюс подробно познакомят с особенностями обучения на факультетах в дневной и заочной форме А также с правилами поступления Амкадор отмечает 95 лет со дня образования Это один из самых узнаваемых и успешных белорусских брендов Линейка насчитывает более 125 моделей и модификаций техники для сельского и лесного хозяйства Коммунальной и дорожно-строительной отрасли Логистического и топливно-энергетического комплекса Предприятия холдинга располагаются не только в Беларуси, но и за рубежом Разговор на чистоту В Бобруйске продолжается обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию С коллективом учреждения по охранению материальных ценностей МЧС Встретился председатель профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко объяснил, какие вносятся изменения и дополнения А также ответил на интересующие вопросы Я призываю всех членов профсоюза прийти на участки и проголосовать за изменения и дополнения в Конституцию Потому что новая Конституция – это будущее наше и наших детей Напомним, прием предложений и обращений граждан завершен Поступило почти 9 тысяч мнений Референум состоится 27 февраля Участки для голосования практически готовы Уже созданы 153 территориальные комиссии В ближайшие дни завершится выдвижение представителей Они будут образованы до 6 февраля Здесь вершилась магия Бабруйский театр пластики «Руквиват» покорил сердца жюри двух международных конкурсов В итоге оба раза первое место Коллектив единственный в Беларуси Выступают ребята в темноте Подсвеченные лишь светом одной лампы Карина Гуревич погрузилась в волшебную атмосферу Свет выключается, волшебство начинается Перед зрителями появляются невообразимые формы На сцене бежит олень Идут часы, звонят колокольчики Изящно и просто, но на деле За эффектным выступлением театра пластики «Рук» Часы упорных репетиций, создание схем и фигур Сложно держать руки в одной позиции довольно долго Позиции сидя, стоя, полулежа И поэтому, чтобы выдержать одну ситуацию И потом выстроить вторые, третьи, четвертые руки у ребят Первым приходится долго ждать Ручки болят Поэтому приходится опускать И вот эти репетиции, они довольно длительные Как говорится, тяжело учение, легко в бою И правда, в бою ученики школы искусства имени Текотского Выглядят более чем достойно Так в декабре коллектив получил диплом Гран-при на международном конкурсе «Мечтай с музыкантов» В номинации «Театральное искусство» Первое место ребята заслужили и на талантах Европы Оба состязания проходили в онлайн формате Для артистов театр – это маленькая жизнь Часто они сами придумывают новые фигуры А вот вдохновением для коллектива была и есть Родная Беларусь Ее символы и традиции Главный атрибут – белые перчатки Создавать волшебство на сцене помогает специальная лампа Она выделяет только руки Отсюда и магический эффект Детский театр пластики «Руквиват» – единственный в стране Появился он в Бобруйске всего 4 года назад Но уже неоднократно радовал бобруйчан своими выступлениями В коллективе 10 девочек от 8 до 13 У тебя есть любимая фигура? Да Какая? Дед Мороз А почему она любимая? Я делаю глаза и брови Мне нравится выступать Нравится, когда зрители начинают хлопать Вот это чувство такое, что им нравится Я хочу с театром что-нибудь придумывать необычное Ну с нашей группой И дальше продвигаться на актерское мастерство Мы выступаем в темноте Это интересно И у зрителей вызывает интерес То, что что-то новое, необычное В театре драмы и комедии Ребята открывают музыкальную сказку 12 месяцев История близка всем нам с детства Услышав приказ юной королевы Мачеха отправляет падчерицу В новогоднюю ночь за подснежниками в лес Там она встречает волшебных героев Полностью живая сказка в синтезе театрального и музыкального отделения И в том, что сидят оркестры полноценные И полноценные хоры выступают вместе в театральном действии В постановке задействованы около 150 учащихся Школы искусств имени Текотского Вместе с ними на сцену вышли и педагоги Сказочные костюмы, волшебная музыка и талантливые участники В восторге не только маленькие зрители, но и их родители Карина Гуревич, Станислав Чичерин Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Субтитры подогнал «Симон»